Снегопад Каждый год люди, которые являются владельцами домов, они получают из своих родных муниципалитетов, в данном случае у меня из муниципалита Монреаля, бумажку, в которой написано, что дорогой друг, мы безумно счастливы, что вы являетесь владельцем недвижимости в нашем замечательном городе, поэтому будьте любезны заплатить муниципальный такс. И в зависимости от того, насколько оценивается ваше жилье, вам выставляется сумма к оплате, сколько вы должны заплатить. И дается время, вы должны заплатить либо разово весь муниципальный налог, либо вы платите его в двух частях. Допустим, не допустим, а вот у меня, допустим, это было в период до 1 марта и в период до 1 июня. Соответственно, если ты не вкладываешься в эти самые периоды, то тогда будь любезен платить еще и пение за то, что ты не заплатил все, как полагается, вовремя. И, соответственно, вот сегодня я с утра приехал в свою кассу, где у меня ипотека и заплатил за всю эту процедуру. Что приятного, точнее не приятного, но приятного, да. Во-первых, то, что, как обычно, я пришел и никого не было. Чем вообще мне нравится приходить сюда в банки, это то, что если не приходить в банки где-нибудь в районах, где живут большое количество, ну, скажем, не возрастного такого населения и не той категории людей, которые стараются жить этническими группами всякими разными, типа маленькие такие иммигрантские районники, где все-все-все есть, но при этом люди живут в домах на ренте, поэтому там очень большая плотность населения. Это то, что когда ты приходишь в банк, неважно какой банк, там практически никого нет, да, то есть в зале находится, но в лучшем случае два-три клиента или вообще никакого клиента, и все сотрудники банка целиком полностью в твоем распоряжении. И я, собственно, приехал, в зале был всего один человек, естественно, как бы каст там открыто было гораздо больше, я веду окошек, где сидели теллеры, и, соответственно, я взял свой номерочек, тут же электронная система, на табло я увидел, что я должен подойти к такой-то стойке, я подошел, весь процесс занял оплаты налога, ну, наверное, минут семь, причем того, что у меня такая история, что помимо того, что я плачу налог, я еще заранее, так, я это сделал, я еще заранее к сумме каждого платежа по потеке, добавляя сумму на оплату муниципального такса, там 100 долларов где-то добавляя, и поэтому у меня к моменту, когда я должен платить муниципальные таксы, уже эта сумма лежит, я не должен ее выдергивать из текущих своих доходов, потому что у меня это уже отложено заранее, и единственная проблема, это то, что в момент, когда я должен платить налоги, я должен информировать сотрудника, который ко мне прикреплен, у каждого человека есть свой менеджер, который ведет, так сказать, переписку от имени банка с тобой, выполняет все твои команды, но, как выяснилось вчера, человек, который нас вел еще в сентябре 19-го года, перешел в другой офис банка, и, соответственно, мне теперь он недоступен, и кто теперь со мной будет заниматься, я понятия не имею, буду выяснить отдельно, и из-за того, что мне заранее сумму не зарезервировали на текущий счет, мне понадобилось какое-то количество минут, там, пару минут, для того, чтобы сотрудник банка разобрался, какой у меня номер счета, на котором у меня складируются денежки на оплату налогов, и перевел эти деньги с одного счета на другой. Собственно, это была самая длительная процедура, потому что все остальное он сделал буквально там в мгновение ока. Так что весь поход в банк у меня занял где-то минут, наверное, 10-12, вместе со всеми переводами и разговорами, да, потому что, опять же, я пришел, и мне говорят, у вас есть дебетовая карта клиента нашего банка? Я говорю, да, конечно, есть. Он говорит, вставьте, пожалуйста, в аппарат, в машинку я вставил, и выведите, пожалуйста, ваш PIN-код. И я такой, блин, это же Дежардан. В Дежардане все через одно место, потому что это, как я уже сказал, не банка, а касса. И в отличие от других карт, там пятизначный PIN-код. И я каждый раз забываю, какой он меня, и каждый раз я переустанавливаю его, и забываю записать куда-нибудь, какой у меня, собственно, PIN-код на этом моем клиентском счете Дежардане. И в итоге он говорит, ну, если вы не помните, вы мне просто дайте удостоверение личности, для того, чтобы я понял, что вы – это вы. И я тогда сделал операцию, собственно, естественно. Я согласился на эту очаровательную операцию, показал свои водительские права, свою карту водителя и, соответственно, предметы кондувета. И, соответственно, после этого вопрос был, по идентификации, в общем, все решено. Ну, то есть, еще раз, погружаемся в обычную, как бы, жизнь жителя, да. По поводу прав я уже говорил, что накануне дня рождения ты получаешь письмо, в котором из письмо ИСАК, это ВПК-ское общество авторюбителей, да, фунтилистов, которые занимаются выдачей прав и сбором налогов. И тебе говорят, милый друг, поздравляем тебя с днём рождения, вот, пожалуйста, заплати 100 долларов за то, что, собственно, у тебя есть водительские права, в нашем чётке правительстве. То есть они не тебе подарок делают, а ты им подарок делаешь на свой днём рождения. И такая же история у нас получается с муниципальными таксами. И через какое-то время я еще получу бумажку, в которой я должен буду заплатить школьные таксы, да. Каждый район здесь оплачивает те школы, которые находятся в этом районе. Независимо от того, есть у тебя дети, нет у тебя детей, взрослые ли дети, маленькие ли дети. Если у тебя есть собственность в виде дома на территории какого-то округа, да, какой-то территории, муниципалитета, ты обязан платить налоги на содержание школы в этом районе. Там сумма, конечно, гораздо меньше, чем муниципальная такс, но, тем не менее, всё равно ты должен заплатить. Вот такие вот наши житейские местные дела. Я сам откланиваюсь, всем отличного дня и счастливо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok